здравствуйте дорогие мои друзья ну что же страшные вещи перекидывание болезней а кормы опои злые тещи которые на как бы на окармливают опаивают своих детьев свекрови которые невесток своих травят отцы дети жены до друзьям прямо медичи колдовские медичи а на самом деле насколько часто это бывает друзьям поэтому как бы есть надо только дома на самом деле кушать надо дома даже общественное питание это часто бывает как бы а лотерея что на вас могут сбросить чужую болезнь и что-нибудь такое скажите ну как же жить тогда что же невозможно заехать какой-нибудь макдак или пойти в ресторан ну конечно нет друзья мои не надо мне надо преувеличивать вот этим не эти моменты но во всяком случае нужно разрабатывать свою чувствительность чтобы вы видели и чувствовали что вы едите хотя бы чувствительность ваших рук голос своей души интуицию когда вы берете что-то из чьих-то рук вы понимаете вот оттуда ну берете я не знаю стакан с вином там или или с компотом берете какие-то банку с вареньем которую вам подарила там милая теща или свекровь кушаете суп я не знаю в гостях тоже в гостях так сказать у тещи на именинах да все вы должны чувствовать а иначе никак либо вы разрабатываете вырабатываете чувство своей души ощущения либо вы просто корм для бесов и вас кто хочет что хочет с вами сделает вы младенец поэтому друзья мои я и говорю вам нарабатывайте свою чувствительность иначе я ты болезни могут проникнуть и не то что отобрать у вас все но и убить вас я хочу прочитать вам души раздирающие письмо одной женщины которой жизнь была нормальной пока им не принесли не привезли в подарок домашнее вино друзья мои значит уважаемый мистик обращаюсь к вам потому что не знаю что делать мой муж находится в больнице в тяжелом состоянии все было замечательно до тех пор пока 8 февраля к нам не пришел его премянник он приехал из анапы и привез два литра домашнего вина литр белого и литр красного сам пить его не стал знал что заряжено значит муж выпил немного белого а красное пить не хотел но премянник настойчиво стал уговаривать муж немножко выпил и красного недели через две мужу стало плохо очень сильная слабость начала тянуть мышцы на ногах дальше больше начались проблемы с сердцем легкими стал задыхаться начались отеки одновременно но в более легкой форме появились такие же симптомы у нашего сына муж в июне лежал в больнице но лучше ему не стало а когда он вышел меня вдруг осенел я вдруг подумал может быть кто-то скинул на него это все стало смотреть я была в шоке это был его премянник сын премянника болен врожденной болезнью прогрессирующая мышечная дистрофия дюшена все симптомы совпадали полностью на ранней стадии амбулаторной стадии обычно с 3-5 лет наблюдается появление классических признаков миодистрофии дюшена нарастающая мышечная слабость поражение сердечной мышцы кардиомиопатия в виде систолической миокардической дисфункции начинают развиваться сердечная и легочная патологии по мере прогрессивного заболевания у пациента появляется выраженная тахикардия далее могут присоединиться отеки диспное время проявления этого признака зависит от состояния дыхательных мышц обычно смертельный исход обусловлен инфекциями застойной пневмонии сердечной или дыхательной недостаточностью смерть обычно наступает к 20 годам сейчас мальчику матвею 13 лет день рождения матвея и моего мужа совпадает в они скинули болезнь матвея на моего мужа и частично на нашего сына когда муж выпил вино мне пришло это как живая и мертвая вода белое вино живая красная мертвая то есть закольцевали от мужа идет живая энергия а возвращается ему мертвая мы начали ходить по бабушкам экстрасенсом были у пяти человек толку ноль муж в больнице ему ставят диагноз кардиомиопатия а это смерть посоветуйте что можно сделать что можно сделать если вы уже выпили яду действительно колдовство наверное сделано профессионально наверное не сам племянник кто-то ему посоветовал наверное какая-нибудь вот такая добрая бабуля сказала сделайте вино домашнее и угостите кого вот-то вот этого родственники видите на своих родственников поможет ли это матвею но вот этому сыну наверное какое-то время ему станет легче но полностью перекинуть болезнь скорее всего не удастся то есть вот это кармическое кармический узел завязался этого мужчину ну наверное если сумеет он скинуть а видите дяденька это не хотел как бывает вот так вот когда вас угощают ну что что мы пригуби хотя бы давно ну давай давай выпей с нами вот как это опасно а тут осознанно можно осуждать родителей что они хотели спасти своего сына за счет жизни родственников потому что ну скорее всего думали ну там как бы двое взрослых дядек и и мальчик на вот может быть они перенесут может быть ничего не случится но так поболеют чуть-чуть страшно друзья мои страшно на самом деле такие случаи происходят и продолжаются все время что делать как очистить этого мужчину ну во первых ему нужно самостоятельно все-таки энергодыхание первую очередь включить и вернуть а вот вернуть почувствовать скорее всего я предполагаю что конечно удар пришелся по сердцу и по легким то есть сердечный центр зеленое сердце наверняка поражено затянуто скорее всего ну такой серый серый коричневатой пленкой и нити идут в легкие и в горло это его душит и убивает надо ну по по крайней мере вернуть вызвать прямо вот на своих симптомах даже если человек не видит не чувствовать вызвать сказать что я хочу чтобы здесь и сейчас появился хозяин вот это вот вот этой моей болезни пусть придется на как образ как тень как энергетическое тело почувствовать кто придет потому что придет обязательно скорее всего это не будет конечно мальчик матвей и вряд ли это будет конечно племянник скорее всего это будет какая-нибудь колдунья или мертвец могли привязать мертвец и надо вернуть это просто сказать с благодарностью возвращаю как друзья мои это мы с вами делаем но я тоже просочился то есть он уже начал работать на физическом уровне то есть в принципе простой возврат его надо было проделать изначально пока я яд не впитался не перешел на физический уровень но сейчас надо восстанавливаться плюс конечно медицинские все вот препараты которые прописали это понятно чтобы сердечную дыхательную деятельность держать форме но и обязательно ежедневно энергетически потому что в принципе даже может быть ежедневный возврат потому что колдунья могла закольцевать это и вы возвращаете она опять пойдет вот это вот но это позволит ему немножко вздохнуть и отступить от пропасти вот от этой смерти к она которая ну достаточно уже близка к нему естественно надо очищаться сыром потому что этот яд не будет проникать в него на постепенно просто сын моложе энергетика сильнее но это же болезнь может убить и его еще много возможно надо заблокировать племянника да там тоже метод блокировки применить достаточно простые методы но они могут спасти вам жизнь я не знаю сумеете успеете ли вы это сделать сможет ли это больной муж или можно может быть вам нужно его его так сказать чистить на расстоянии различными методами может быть и соль заговоренной и пища заговоренной то есть давать ему еду заговаривать ее чтобы для него эта энергия была полезна а для любых паразитов ядовитый токсично чтобы энергию которую они пьют из него они не могли то есть перекрыть каналы эти то есть тут надо очень разнообразно действовать и достаточно быстро печально это все ну друзья с таким я сталкиваюсь буквально каждый день вот эти вот колдовство черное колдовство защищаться быть осознанным да не надо шарахаться конечно от любых угощений подарков но хотя бы руки свои интуицию свою чувствуете что что-то такое в глазах и вот прямо берете это от него может быть даже горячее блюдо от него идет холод мертвенный четко подклад да вот или ну вот чувствуется я не знаю я то чувствую сразу я вижу вы надо нарабатывать надо нарабатывать а иначе все видите может быть счастливой жизнь семьи может вот прямо раз и все и до свидания из-за каких-то мерзавцев которые приметили вас чтобы у вас облапушить или забрать здоровье удачу счастье вот так вот друзья мои смешного нет ничего но как помните фильме иван васильевич меняет профессию помните он как его угощал там водочкой да там и он говорил отведай ты из моего кубка боярин отведай у нас так не принято у нас наше время отравиться невозможно отведай но друзья мои знаете вот как на царских дворах роль этого пробователя но здесь не годится потому что колдовство действует в отличие от яда не мгновенно а проникает и начинает уничтожать вашу жизнь все драгоценные мои пока счастливы